Хранители Земли чувствительны к Земле, а также многие семена звезд, ангелы, носители света и пробужденные знают потенциал и святую силу осознания и настройки на небесные и планетные циклы. Понимание того, как наилучшим образом использовать их и течь вместе с ними, может принести огромные возможности для их расширения, понимания и повышения осведомленности. Это часть пробуждения по мере того, как вы становитесь восприимчивы к своей универсальной галактической святой силе небесного сознания и земным звездным предкам. В то же время будут появляться противоречащие энергии. Быть сознательным в том, как вы себя чувствуете и реагируете на них важно, поскольку вы обладаете силой святого Бога и полностью способны переключать частоты на более высокую октаву. Это часть вашего кода, вашей миссии и пути, поскольку вы одарены, и это ваш дар. Новые открытия будут для многих носителей света, поскольку ваша сердечная душа появится с новой глубиной красоты, магии и чувствительности. Ходы души свободы будут активировать глубокое высвобождение эмоций и застойных энергий. Могут возникнуть старые проблемы, с которыми, как вы думали, вы уже разобрались. Это очищение и освобождение создаст пространство для появления в вас новых энергий и силы любви. Сердечные струны любви и страстного желания иметь связи с семьей, друзьями и семьей звездной души также будут задействованы и прочувствованы. Следует соблюдать осторожность, поскольку эти полнолуния являются полнолуниями с наддувом и имеют последствия в течение более длительного периода времени, недель, месяцев и даже лет. Эти энергии дадут вам проблески будущего. Все будет преувеличено с помощью мощных скрытых эмоций. Взлеты и падения в понимании отношений могут проявиться и повысить чувствительность. Придет прекрасное исцеление и новые дружеские отношения. Симптомы вознесения представляют собой комбинацию многих энергий для пробуждения души, включая небесные, солнечные, межпространственные, галактические, земные энергии и вибрации. Симптомы вознесения Время, когда вы чувствуете, когда энергия наполняет вас, и вы должны лечь, как будто вас охватывает сонный транс. Слышать чистоту звука в одном или другом ухе возможно, звучащую, как камертон. Эти высокочастотные заметки помогают внести более высокие коррективы в ваши энергетические поля с помощью ваших гидов. Некоторые посылаются волнообразной волной из святых царств света. Высокочастотная волновая настройка. Нарушение сна возникает иногда при сильных интенсивных странных снах, работе со сновидениями, астральных путешествиях во сне. Апатия, при которой вы ничего не чувствуете и просто переживаете изо дня в день с отсутствием эмоций и связей. Это фаза, которую некоторые уже прошли, а другие все еще выходят из нее. Вы можете чувствовать себя вынужденными убирать и убирать беспорядок, избавляться от вещей, которыми вы больше не пользуетесь или в которых не нуждаетесь, а повышать организованность и красоту. Это сместит энергию и поднимет настроение вашему окружению. Свобода, расширение, повышенная вибрация любви открываются новые возможности для раскрытия скрытой информации на многих фронтах и уровнях. Будьте открыты для других откровений, которые будут происходить, включая новые идеи и осознания, которых просто нет в новостях. Это прошедшее полнолуние может привнести физическую чувствительность в ваше эмпатическое энергетическое поле. Слушайте и настройтесь на свое священное Я относительно ваших потребностей. Необычные симптомы вознесения Холодные ноги и руки Энергетическая вибрация атакует и искажает поля, которые могут заставить вас чувствовать себя унылыми и снизить вашу вибрацию. Некоторые очень чуткие, восприимчивые к земле и яснослышащие души могут слышать их, в то время как многие другие чувствуют эти вибрации. Послание звездным семенам и голубым лучам Помните о своей божественности. Вы здесь по какой-то причине с определенной целью, чтобы выполнить свою часть божественного плана. И ваша интуитивная эмпатическая чувствительность – это великий дар, дающий вам благословение жизни. Воссоединяя свою душу, вы создаете глубокий сдвиг пробуждения для человечества в партнерстве с матерью-землей Гайей, воссоединяя небеса с землей божественными царствами истинного человека и с домом с галактическими семьями звезд и света. Вы есть пробуждение, когда оно происходит через вас, когда вы снова вибрируете кодами, расширением и откровениями. Вы – частотные якоря любви и света. Спасибо вам, любимые! Вас любят в каждое мгновение, в каждый освященный вдох. Роза Шакина Субтитры создавал DimaTorzok